Они самые творческие, активные, талантливые, спортивные девушки Брестского государственного технического университета, которые перебороли неловкость и смогли проявить себя во всей красе. Эстетические внешние данные, возраст от 18 лет и рост от 168 до 186 сантиметров – основные критерии отбора участия представителей женской половины. Интересно отметить, что в таком грандиозном и прекрасном конкурсе вышли проявить себя студентки технических специальностей. Это очередная профориентация, потому что девчонки, которые выступают сегодня, они могут стать моделями уже вне учебы, вне работы. Поэтому я считаю этот конкурс необходим. Хочется, чтобы победила действительно самая красивая, самая достойная, самая студентка. Мы любим такие конкурсы и хотим их даже развить. То, что это было не среди только высших учебных заведений, а может выбирать красавец среди СУЗов и ПТУЗов. Валерия Никонова учится на втором курсе факультета инженерных систем и экологии. Девушка – творческая личность, но в подобных конкурсах опыта не было. Имея жизненное кредо, если хочешь чего-то достичь, возьми и сделай это сам, решилась на участие в отборе. Уверены, что победительница конкурса должна обладать определенными качествами. Женственность, безусловно, доброта, хорошее чувство юмора. В наше время это очень нужная вещь, грация. Я постараюсь быть максимально честной, открытой для всех, чтобы все в зале смогли рассмотреть, насколько я дружелюбный человек. Визитная карточка, интеллектуальные испытания, спортивный танец, творческий этап и многое другое. Программа конкурса «Королева весна-2019» насыщена и интересна. А победительница должна быть лучшей из лучших во всех испытаниях, во время которой жюри оценивала конкурсанток. Учитывалось умение держаться на сцене, быстрота мышления и ораторское мастерство. Я на этот конкурс пришла, чтобы получить эмоции. Поэтому, если сказать, то я жду того, что я буду с девочками дальше общаться. И для меня не главная победа. Для меня главное то, чтобы сохранилась вот та обстановка, которая была и есть. Потому что вот за все время репетиции мы в такой степени сплотились, то, что это реально хорошие люди, с которыми хочется в дальнейшем общаться. Все претендентки сумели проявить свою индивидуальность в красивых баталиях. Но в результате конкурсных состязаний напряженной борьбы титул королевы весна-2019 Брестского государственного технического университета получила лишь одна студентка – Анастасия Сидорко. Она отправится покорять Олимп красоты на областном этапе в апреле, на который приедут девушки четырех вузов Брещены.